Сегодня мы с вами поговорим о том, как лучше всего обрезать жирующий куст. Напоминаю, что такая проблема у нас была в этом году. Чтобы лозу немножко успокоить, мы укладывали ее в горизонт. Вот покажу, к чему мы пришли осень и как это лучше всего обрезать. И кратенько напоминаю, почему у нас такое произошло. Плохая еще предыдущая осень, которая где-то могла не дать вызреть лозе, которая где-то повредила почки на следующий год. Очень плохая весна, длительные весенние майские морозы. У кого-то майские, у кого-то даже июньские. Из-за этого мы получили у многих кустов жирование. Напоминаю, что мы делали. Вот сейчас кадры. Вот смотрите, пример. У нас плохо выстрелы лоза в прошлом сезоне. И вот у нас здесь побегов. Ну вот один этот толстый. Обратите внимание, толщина уже с палец. Ну и здесь вот несколько тоненьких. Причем на этом толстом побеге даже есть гроздочки. Вот это побег явно жирующий. Вот что мы делаем. Мы укладываем его в горизонт и убираем точку роста, верхушку. Пасынки оставляем. Сейчас все пасынки, они пойдут вверх. И будет получаться, что как будто бы это у нас побег прошлого года. И из него пойдут расти пасынки. Они уже у нас будут считаться как побеги этого года. И вот пасынки эти, они могут нормально, хорошо вызреть. И мы их можем пустить на следующий год на плодоношение. Ну вот теперь наступила осень и смотрим, как же это все лучше обрезать, чтобы в следующем году получить урожай. Итак, смотрите, что мы с вами имеем. Мы с вами имеем куст с жирующими побегами. Вот это вот, вот это. Это побег выросший в этом году. Он слишком бурно рос, он слишком сильно рос. И я положила его в горизонт. Вот дальше эта лоза лежит. А вертикально у нас пошли его пасынки. Что нам делать в таком случае? Как обрезать вот такой куст и такие побеги? В первую очередь мы руководствуемся тем, как вызрела лоза. И в зависимости от этого уже принимаем решение. А вот здесь, вот эта лоза основная, она вызрела достаточно хорошо. Но смотрите, что бывает. У жирующего куста на таких побегах плохо закладываются плодовые почки. И поэтому, ну когда обрезать только пасынки, оставить вот эту лозу на плодоношение, не самый лучший вариант. Что мы можем сделать? Вот, смотрите, вот здесь я сейчас несколько приближу. Вот, у нас начинаются пасынки. Ну вот этот пасынок, кстати, я думаю, он у нас такой плоховатый. Вот этот тоже плоховатый. А вот этот хороший. И он прекрасный и замечательно вызрел. Вот я пока что в эту сторону пущу лозу, но на самом деле он вызрел на метр двадцать так точно. Что мы можем сделать? Мы можем обрезать вот так и оставить его на плодовую стрелку. Вот эти пасынки мы режем коротко. Вот так вот на пленочке. Так, а вот этот, все, вот здесь отрезали. И вот у нас получилась хорошая плодовая стрелка. Вот здесь мы так и отрежем. На другом примере покажу, немножко по-другому будем резать. Но опять же поясню почему. Так, вот эти пасынки, они у нас вызрешены, мы их режем на пенечке, помним. Вот здесь вот все взяли, отрезали. Вот там у нас второй такой же куст. Все абсолютно то же самое. Вот его пасынки, да, и мы можем точно так же резать на плодовую стрелку. А можем его порезать на кордон, на рожки. Видите, пасынков здесь много, вот пасынки в каждом между узелем. Во-первых, когда мы можем резать на рожки, когда у нас вот эти самые пасынки плохо вызрели. А здесь у нас на самом деле вызрело все замечательно. Вот этот прием, да, он сработал. Все замечательно выглядело. И порезав на рожки, мы вообще получаем двойную подстраховку. Ну, с одной стороны. Мы помним, что вот этот побег выросший в этом году. Из его почек могут пойти побег. И там может быть урожай, да? А если он закладывается там плохо, то мы можем получить урожай на пасынках. А почему в предыдущем случае у нас так не получилось? Вот, смотрите, лоза, которую я отрезала. С камеры просто отнесу подальше. Видите, пасынков дальше не было. И поэтому на рожки резать было нечего. Поэтому мы порезали, грубо говоря, на плодовую стрелку. А вот здесь, вот в этом случае, мы можем резать как хотим. Можем на кордон, да, можем на плодовую стрелку. Вот как вам удобно, как вам понятно. Здесь лоза выгорела хорошо. Поэтому мы можем вот этот побег, например, оставить смело на плодовую стрелку. И порезать как в предыдущем случае. Ну, вот, он вот так вот взял. Где-то на метр. Если нам этого достаточно, пожалуйста. Мы ведь можем и кордон великовой порезать, смотрите. Этот вот так. Второй. Вот так. Не на длинную плодовую стрелку, а на более короткую, по человеку на 6. То есть в варианте вообще тьма-тьмащая. И можно резать как хотите. Вот смотрите, что получилось в итоге. Дима у меня лоза позвонила, поэтому я порезала не очень коротко. Чуть-чуть подлиннее. Фактически, так получилось вот там 3 почки, 4. Кордон великой прав. Да, дальше мы загнула, загнула. А на конце последний пастынок неплохо вызрела. У нас получилась плодовая стрелка. Таким образом мы неплохо заняли шпалеру. Ну и здесь вот в другую сторону получилась просто плодовая стрелка. Повесняю будем смотреть, нормировать по необходимости, видеть, как этот куст понесет нагрузку. И вот еще один пример такого жеруна. Ну вот здесь тоже имеет смысл резать на рожки. Конечно, можно вот этот вот побег, вот он хорошо вызрел, его ставить на стрелку и обрезать вот так. Ну вот смотрите, с другой стороны такой же жирующий побег. Да, вот здесь есть смысл резать на рожки. Здесь и лоза тонковатая. Для этого софта, конкретно для таких софтов, это вообще цинус. Вот он у нас повеснил пальмерс, поэтому у него и так бурный рост. Да, тут он жировал. Вот данный побег, да, здесь смысл резать на рожки, потому что вот, удозревание примерно вот так. Ну, можно вот так и резать на три почки. И повторю, что мы имеем, когда здесь вариант основной почки, может, она да, строжая. Либо вот здесь, мы уже повеснил будем смотреть, да, надо будет поработать над нормировкой. Это безусловно, потому что часто бывают вопросы, а вот вы так порезали, а вы там больше оставили, а вытяните ли куста, а что будет? Весной посмотрим, что будет. Работа над нормировкой абсолютно, никто не отменял. То есть мы, да, порежем так, а весной будем смотреть, будем работать дальше над этим кустом. В любом случае, мы имеем достаточно неплохо вызревшую лозу, и я более чем уверена, что будем в следующем году с урожаем, но если только погода нам не подкинет опять каких-нибудь сюрпризов. И кратенько подводим итог. Решение, как вам обрезать ваши лозы, вы, конечно же, принимаете сами. Мы вам показали варианты. При этом, смотрите, у нас лоза вызрела достаточно хорошо. У вас, может быть, не такая красивая картинка. Что делать в таком случае? Обрежьте с запасом. И смотрите, если еще, ну вот у нас, да, видно, что и лес зеленый есть, а сегодня 10 ноября. То есть если у вас не побило лозы морозом, то в таком случае, вот вы сейчас их обрезали, обрежьте с запасом и накройте их сейчас уже, до наступления морозов. И вполне вероятно, ну, во всяком случае, шансы велики, что она в таком состоянии перезимует и в следующем году у вас все будет хорошо. По крайней мере, стоит попытаться. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов, винограды и наши контакты. И до новых встреч!